Саляму алейкум ва рахматуллахи ва даракату, с вами Умм Малик, и мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха. Напоминаю, что пророк, саллаллаху алейкум ва салям, сказал, что указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Поэтому делитесь, распространяйте, изучайте, и распространяйте правильное изучение суры Аль-Фатиха, потому что это основа, без которой нельзя представить минимальную базу знаний любого сурмана, так как это основа молитвы. И мы сегодня возьмем дополнительные правила, связанные с шестым аятом, слова которого мы разобрали на прошлом уроке. Итак, первое, на что я хотела обратить внимание, это удлинение харфа Аль-Алиф. В прошлый раз по отдельности мы брали слова, и поэтому я вам сказала Иль-Ди-На. Вот это слово Иль-Ди-На. То есть мы видим Нун, Сфат, Аль-Алиф. Но сейчас мы их соединим вместе, и у нас действует правило, уже про которое я вам говорила, что если у нас соединяются два секунированных харфа, то есть они рядом находятся, то бывает, что или у нас добавляется какая-то огласовка, или укорачивается, например, буква Лим-Аль-Алиф. В данном случае у нас встречается долгий Алиф. Это подразумевается как буква без какой-либо огласовки. И следующая буква, которая произносится, это харф Ис-Сан из удвоения. В арабском языке сочетание двух секунированных букв не приветствуется, так сказать. И поэтому, что здесь произошло, что при исследовательном чтении, если у нас идет долгий харф, и после него Гамзат-Аль-Осаль, а значит и харф Ис-Сэгин, потому что Гамзат-Аль-Осаль, только в таких случаях приходит, значит, мы долгие здесь не будем читать. То есть мы сокращаем манты до огласовки. Вместо того, чтобы протянуть на, мы читаем только на. Ну, с фатхой. Поэтому в следном чтении у нас как получается? Ихди на сырапа. Ихди на сырапа. Ихди на сырапа. Это будет неверно. Еще очень важная особенность. Это то, что при начинании у нас здесь коса. Про это уже говорила. И в отличие от всех остальных Гамз, которые у нас есть в этом аяте или в предыдущих аятах, при начинании мы все их читали с фатхой. Так же, как и в слове Ас-Сэрапа. При начинании мы читаем ее с фатхой. Кроме вот слова Ихди на, потому что это чуть-чуть другой вид слов. Это глаголы. А у глаголов свои правила огласования Ахмзе в начале. И если, как мы видим здесь, третья буква таких глаголов с касрой, то и первая буква будет читаться с касрой. Здесь ДАЛИ с касрой, поэтому и Ахмзе-Таль-Оссаль огласуется при начинании касрой. Следующее это чрезмерное акцентирование. Чрезмерное акцентирование на каких-либо букв. Оно, как правило, выглядит как акцентирование, но, по сути, оно может связано быть с другим правилом. То есть может быть связано параллельно еще с сокращением огласовки. То есть, например, читает так. Ихди насыра пальмуста киим. То есть такое как бы акцентирование на каких-то буквах, особенно это в конце слова. Если вы посмотрите, помимо того, что делает акцент на на, то есть, например, здесь. Ихди насыра пальмуста киим. То есть вот это акцентирование приводит к тому, что после этого акцента мы переходим быстро на следующую букву, и из-за этого огласовка в полной мере не произносится. То есть она, если мы говорим про баланс, который до этого много раз я уже повторяла, огласовок, баланс огласовок, то на, она будет короче, чем, например, ди. И еще раз послушайте. Ихди насыра пальмуста киим. То есть здесь дело будет не только в этом акцентировании, а также в том, что огласовка будет не в полной мере произнесена. Да, поэтому здесь одновременно несколько таких ошибок встречаются вместе. Также хотела вам сказать о том, что твердость буквы, она присутствует только вот у самой этой буквы. Единственное, когда твердость может влиять на последующую букву, это если твердая буква после нее алиф, то есть она как бы влияет, вот эта твердость переходит тоже на алиф, или если, наоборот, твердая буква и перед ней гунна, вот этот единственный случай, когда твердая буква дает как бы предшествующей букве какой-то элемент твердости. В остальных всех случаях буква, буквы твердые, они не влияют на последующую букву в плане твердости, да, то есть они не делают твердую букву, твердой, например, следующую букву или предыдущую букву или еще что-то. Ну, по крайней мере, это то, к чему нужно стремиться, да, то есть, конечно, мы можем произнести так, что, например, мус, как читать, мус, то, кым, по, то, кым, то есть по как будто, хотя там т, мус, т, аль, мус, т, к,им, то есть не по, или, например, идиносу, юра, по, ну, то есть но, но, как-то утверждает, округляет, еще что-то. Нет, эта буква мягкая, она идино, идиносыропа, да, то есть мы не влияем на предшествующую букву или на последующую букву вот этой твердостью. Поэтому важно, да, чтобы твердость, она не переходила из одной буквы в другую, если следующая буква, например, нету соответствующих цифр, да, характеристик для того, чтобы эта твердость не присутствовала. Поэтому очень здесь внимательно, да, то есть если вы видите твердую буква, это не значит, что рядом буква, и особенно до начинают уже бояться этой твердую, и еще до все буквы утверждают. Нет, делайте мягкие мягкими, твердые твердыми. Следующее, это, посмотрите, как пишется шестерка, да, то есть вот такая немножко похожа на семерку, которую мы пишем, да, только вот чуть-чуть наклон получается, вот так вправо больше, и нету вот перекрестной такой линии. Это шесть, да, то есть у нас уже шестой аят, аль-хамдулля, который мы завершили, и вот который мы с вами завершаем сегодня, да, и останется еще один аят, последний для разбора и завершения суры аль-фатиха. Поэтому, если у вас есть вопросы, предложения, дуа, и какие-то еще положительные слова, вы можете писать под видео, делиться благими, да, со своими близкими, родными, друзьями. Баракаллаху фейкум. С вами был Аллаху Малик. Будем завершать наш урок. Ас-саляму алейкум. Варахмату Аллахи. Варахмату Аллахи.